А мы продолжаем разбирать ваши фотографии. Сегодня у нас в гостях Евгения. Ей 38 лет. До 32 лет почти не пользовалась уходовой косметикой. И вот результат. Прекрасный результат у вас. Хочу убрать брыльки, носогубки, межбровку, пигментные пятна, морщины на лбу, опущенные уголки губ. И у косметолога были только очистки. Итак, смотрим, как выглядит наш Евгений. Все так себя хвалят. Все так себя любят. Расскажут, какие они страшные, ужасные и так далее. На самом деле, как открываешь фотографии, так неземной красоты красавица. Правильно? Смотрите, здесь вот мы глазик возьмем, сейчас откроем. У нее глаз, видите, очень большая глазница. Очень большая глазница. Это не всегда хорошо, потому что синяки видны. Кстати, у меня тоже большая глазница. А есть вот, когда глазница прям такая небольшая, прям вот сразу глаз. Причем глаз может быть любого размера. А сама вот костная структура ближе подходит. Вот у них ни мешков не бывает, ни синяков не бывает. А у вас прям крупная глазница. Поэтому, конечно же, ткани туда проваливаются. Здесь с костными структурами мы особо-то ничего и не можем сделать. Когда вы с костными структурами, мы можем сделать остеопатические практики, работа с возрастными изменениями. Вот здесь прошу обратить внимание, потому что все начинают. Я родилась такой, а как мне переделать? Мы не пластические хирурги. Мы ничего не перекраиваем и ничего не меняем. Мы с вами лишь возвращаем вас себе, родной, такой, какая вы должна быть. А какие-то кардинальные изменения внешности мы не можем сделать. Поэтому с костными структурами мы с вами работаем как? Мы убираем напряжение за счет этого остеопатическими практиками. За счет этого появляется гармонизация лица. Мы с вами можем где-то подкорректировать напряжение в височной, допустим, кости, как вот у девушки сейчас есть. У девушки огромное напряжение в височной кости. Поэтому скелетируется здесь. Зажато просто вот это вот жевательные височные мышцы, и напряжение на височную кость передается. Это фейспластика. Но вот родную глазницу, когда она крупная, мы уменьшить уже никак не уменьшим. Что мы можем с ней сделать с вот этим вот синячком? Да? Мы с вами берем аккуратненько, зафиксировали. И начинаем по косточке вот здесь таким мягким движением прорабатывать вот этот бортик. У нас с вами круговая мышца глаза стягивается сюда, к середине. И мы с вами берем, это крем для глаз берете, очень нежно делаете. Вообще вам массаж для глаз надо настолько нежно делать, настолько, чтобы ничего не смещалось. И вот таким образом, аккуратненько, да, даже вот здесь вот так, начинайте прорабатывать бортик по костной структуре. И немножечко приподнимать его наверх, расслаблять. С одной стороны, ну от середины сюда, от середины к носику точно так же. Потихонечку, 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 все. И выводите таким скользящим движением тоже любая сыворотка для глаз, отечность. Все, и у вас уже глаза будут лучше выглядеть. И точно так же сверху, от середины сюда. Это лимфодренажные вещи, это чтобы... И вот так вот мышцы аккуратненько. И здесь вот так мышцы. Так, мы мышцу расслабляем. Все, и у вас уже глаза откроются. Пигментация, это нарушено трофика тканей. То есть, нет, пигментация, там может быть очень-очень много внутренних причин. Но вот, например, смотрите, как вот у вас с глазиком. У вас же вот здесь вот с глазиком прям пигменташечка. Вот здесь по связочке идет, по концу круговой мышцы глаза. Потому что трофика ткани нарушена. Точно так же будете делать массаж, питание улучшится, и все будет гораздо лучше. Я бы не сказала, что у вас прям брыльки-брыльки какие-то, какие-то застои. Шейка худенькая, плечи красивейшие, тонкие, изящные. Нет, здесь надо с глазками, да, с глазками работать. Щечки красиво. Нет у вас никаких брыль, не придирайтесь к себе. Будете делать любой массаж, и в принципе уже тонус кожи улучшится, и все подтянется. Все, берегите свои глазки красивые. Глаза красивейшие. Как, да, графиня 19 века, классическая внешность. Естественно, за слезочку. И вот здесь вот смотрите, чтобы у вас тоже выходили гайморовые пазухи прям. Делайте массаж гайморовых пазух. То есть гайморовые пазухи как делается? Вот так поставили, и как будто прям по пазухам выводите. Все, что там застоялось, тоже глаза открываются. И все, массаж вам какой? Вот я универсально написала, вам подойдет. Шейка немножко грудинно-ключично-сосцевидная. Асимметричная. То есть надо мобилизации шеи, поработайте. Ну так. В меру своих возможностей. Мы ничего не равняем по линейке. Мы все индивидуально, все уже подстроилось. Мы лишь убираем напряжение в мышцах, а все гармонизируется настолько, насколько организму надо. Мы ничего не форсируем и не заставляем. Все. Красоточка. Расслабляйтесь. Расслабляйтесь с помощью массажа универсальный, который есть у меня.